Генеральный директор Apple Брэд Гарлинхаус задает простой вопрос, что скрывает SEC? Первый проект XRP Ledger для листинга на бирже высшего уровня. 10 лучших альткоинов до 1 доллара и другие. Apple поддерживает хост FIFA, поскольку генеральный директор делает ставку на победу против SEC. Apple впервые в своем роде расширяет свою технологию денежных переводов на Филиппины через QNB. Ну соответственно такие вот новости по Apple и соответственно на текущем этапе у нас 22 декабря 2020 года Комиссия по ценным бумагам, насколько мы помним, возбудила уголовное дело против Apple. Ну не уголовное, просто дело, в котором обвинила в искажении своего криптотокена XRP, и это неценная бумага и так далее. Ну и что они скрывают? Брэд Гарлинхаус сказал, что они требуют раскрытия информации от компаний, которые они регулируют и ничего не раскрывают. Судя по всему, Apple хочет, чтобы SEC поделилась с судом речью Вильяма Хинмана 2018 года. Утверждается, что в записи содержат важные доказательства, которые могут помочь Apple выгодить дело. Оказывается, комиссия по ценным бумагам и биржам США пытается этому помешать. Он не представляет документы Хинмана, в которых, как говорят, цитируется высокопоставленный чиновник SEC, говорящий, что это хание является ценным бумагой. И он продолжал, что 14 месяцев, и они все еще боятся за то, чтобы скрыть эти записи. В этот момент у Брэда возникает простой вопрос, что они скрывают. Вот, поэтому, ребят, ну, в принципе, как я и говорил, это настолько читаемо, ну, как, я не знаю, как щелчок пальцев. Понимаете, что вся вот эта канительница с IPLOM и SEC будет продолжаться. Поэтому все это вполне ожидаемо, вполне предсказуемо и легко читаемо. Ну, лично для меня, не знаю, как для вас, но, по-моему, вполне понятно. Просто, чтобы поддерживать интерес вокруг компании. Пока киты набирают объемы, естественно, они будут рассказывать, лить в уши сказки, чтобы никто не закупался. И, соответственно, плюс поддерживать интересы. Все думали, блин, а выстрелить все-таки XRP либо нет? Да выстрелит, ребят. Ну, не выстрелит, господи. Ну, это одна из моих монет в этом, в кармане и в портфеле. Поэтому, какие проблемы? Ну, даже если не выстрелит, даже если скаманет, ну, окей, хорошо, выстрелят другие монеты. Поэтому для этого и нужна диверсификация. Ну, я думаю, что выстрелит. Просто это так, клоуна для нас и цирк, просто, чтобы поддерживать интерес, да и все. Вот, поэтому, соответственно, что у нас, получается, выбор Sologenic для листинга на такой платформе, как, ну, не кажется странным. То есть я уже, в принципе, делал обзор этого и разбор, что Sologenic у нас планирует использовать и представляет собой самостоятельную единицу, построенную в рамках XRP Ledger, которая только берет от своего основания, но во многом отдает. Вот, не знаю, перевод, конечно, корявый немного. Ну, и, в общем, Sologenic – это у нас один из самых популярных способов входа в систему XRP Ledger. И, кроме того, платформа является чуть ли не единственной в своем роде предоставляющей услуги по токенизации активов. Вае продукт Solanex предназначен для финансовых институтов и учреждений, аналогичен своему дальнему родственнику Ripple. Вот, соответственно, 10 лучших активов. Ну, я оставлю ссылку в описании, но самое интересное тут по поводу, естественно, именно токена XRP и Ripple. То есть, вот, пульсация, да, ну, хотя, на самом деле, он переводится как водная рябь, да, и по рыночной капитализации является седьмое повеличение криптовалюты. Но это вообще не показатель капитализации. Я снимал ролик на канале, можете глянуть, что это такое. Вот, популярность альткоина как топ-10 криптоактива не уменьшилась, несмотря на многочисленные споры вокруг него. XRP сейчас торгуется с дисконтом более 6 тысяч процентов, что делает его официальной возможностью для долгосрочных инвестиций. Не знаю, что в их понимании, типа, в 60 раз он дешевле стал стоить, или в сколько даже, в 600 раз дешевле, это с какой цены, где они взяли такие отметки. Вот, поэтому это сколько, давайте умножим, 600, то есть, получается, в 6 раз это у нас сколько будет стоить XRP? Это 5 долларов, это он 50 долларов, что ли, стоил, подожди, 500 долларов, ну, как-то непонятно, при том, что он сейчас стоит около 35 там. Вот, соответственно, XRP у нас поддерживает FIFA, то есть, партнер Qatar National Bank QNB подписал соглашение об услугах денежных переводов в China Bank, с China Bank, разрешающие поймы денежные переводы с Qatar в Филиппины. И QNB, официальный спонсор чемпионата мира по футболу FIFA 2022, да, предоставит решение для трансграничных расчетов RippleNet, чтобы обеспечить безопасные, бесперебойные денежные переводы. Вот, QNB, партнер Ripple, запускает сервис прямых переводов, и, соответственно, они решили, что будут запускать переводы еще 25 июля. И, как бы, это крупнейший партнер Ripple в регионе Мена, и банк стал партнером Ripple в 2021 году, объявив о своей стратегии по быстрому улучшению трансграничных платежей и услуг денежных переводов в нескольких странах. Вот, поэтому, соответственно, Брэд Гарлинхаус уже заявлял о победе над SEC, что, соответственно, сказал, что Ripple выиграет риск против SEC также, поскольку законы и факты подтверждают, что XRP не является ценной бумагой. Даже если компания проиграет судебный процесс, она продолжает расти, поскольку SEC имеет инвестиции только в США. Ну, то есть он напрямую сейчас сказал, что токен будет расти, и компания тоже, поэтому, ребят, вне зависимости от суда, что было и до этого. То есть не помешало XRP, там, несмотря на то, что был суд, подняться, там, с 20-30 центов до 2 долларов практически. Вот, ну и, соответственно, Ripple расширяет свою технологию, там, для денежных переводов, вот это подтверждение, там, и так далее. Вот, как видите, QNB, Chienobank и, соответственно, Ripple. Вот, поэтому, в принципе, вот такие вот дела. И, кстати, сантимент указывает, что Ripple достигла, ну, XRP достигла некоторых важных вех на прошлой неделе. На выходных аналитическая фирма заявила, что XRP в последнее время опережает пакет Altcoin, и за последнюю неделю были достигнуты некоторые важные вехи изменения адреса на этой неделе. В последних обновлениях, которыми поделился адвокат защиты Джеймс Филон, по иску суд издал подстановление, устанавливающий крайний срок 28 июля, то есть уже послезавтра, 22 года, которым любые лица, не являющиеся сторонами, должны приступить к запечатыванию частей ходатайств Добекта или отказаться от возражений против окончательного решения суда по заявлениям сторон на закрытие печати. Ну, опять же таки, ребят, я уверен, даже после 28-го эта вся херня продолжится, поэтому ничего тут удивительного нет. Естественно, надо поддерживать интерес вокруг данной компании, вокруг данного токена, поэтому бойцевые кобылы, да, и чисто спектакль. Поэтому закупаем XRP и ждем роста и не паримся, поэтому вот мой вердикт. Поэтому, кроме того, ходатайство SEC о подаче тесте страничного там этого иска, ну, уже многие слышали, я не буду повторяться. В связи с предложением Добекта, которые были предоставлены 12 июля, ответчиками Ripple SEC, SEC также предоставила ходатайство о закрытии. Ну, в общем, там апелляции, еще какие-то многие моменты. В общем, самое интересное, вот, XRP, смотрите, популярность, открываем Google Тренды, XRP находится на днище, никому он нахер не нужен. В 2017 году, да, была популярность 75, вот здесь там, когда была коррекция, я так понимаю, всех тоже он заинтересовал в апреле. Вот, аналогичная ситуация, если прописать Ripple, тут вообще, смотрите, пик популярности в 2017 году, тут, ну, то есть, в основном гуглят токены XRP, то есть, вообще на днище, видите, никому не интересен абсолютно. Когда он был на хайпе, стоил там по 3 доллара сотка, там 75, 100, там 80 и так далее. Вот, Ripple просто прописан тоже на днище, никому не нужен, ребята, а потом все будут залетать на хаях в него, будьте уверены. Поэтому не будьте дурачками, закупайтесь на днище, опять же таки, все зависит сейчас от биткоина, я говорил, пойдем на 15 на 10, можем увидеть Ripple там и по 25, и по 20, может даже по 15, по 10. Но, опять же таки, если вы готовы докупаться, даже сейчас, в принципе, это неплохая инвестиция, даже по текущим отметкам, поэтому, в принципе, эта канитель будет продолжаться, понятное дело. Я не думаю, что прям 28 июля там резкий разворот там и так далее, тем более Ripple падает вслед за битком, и смотрите, вот, биткоин у нас уже 21 тысяча, загнали нас опять в накопительный канал, скорее всего, будет вот эта возня, либо опустят там еще ниже данную цену, либо будут в боковике здесь болтать. Ну, поэтому, ребят, все по классике, понятное дело, что за месяц накопить энергию чисто физически это невозможно, понимаете, чтобы сразу пойти на перехай там и так далее. Даже несмотря на то, что они набирали позицию на всем падении, они хотят еще больше позиций набрать, уже полную капитуляцию рынка сделать и так далее. Посмотрим, сходим на 15 на 10, замечательно, можно будет еще круче докупиться, потому что биткоин там. Поэтому XRP тоже, естественно, подешевеет, поэтому, ребят, я не думаю, что там все решится, еще затянут это все, дай боже, поэтому, может быть, мы увидим там к осени, а то и к концу года, начало какого-то движения, начало был рано там, или может быть какой-то лютый альцезон, бычий рынок, ну, посмотрим. То есть вопрос времени, понимаете, то есть сейчас медвежий рынок, ну, окей, хорошо, есть возможность докупиться. Будет рост, окей, будем фиксировать позиции, зарабатывать профит. Поэтому, в любом случае, и та, и та фаза рынка отличная. Понятное дело, что всем впадлую ждать там и так далее, мне в том числе. Ну, а что поменяется реально? Ну, вот как говорил Майк Тайсон, если ты сдашься, легче не станет. То есть, ну, что изменит от того, что вы там хотите, чтобы рост был сейчас. Ну, крупный капитал, когда решит, тогда он и будет. Вот и все. Но я считаю, оно стоит того подождать, чтобы приумножить в следующем бычьем цикле свой портфель в 5, в 10 раз, а то и больше. Ну, в зависимости от портфеля, ну, я уверен, что я свой портфель столько приумножу, потому что я грамотно его сформировал. Вот. Ну, а кто хочет грамотно сформировать портфель, есть для этого закрытый клуб. Все, всем удачи, всем пока. Докупаю Apple, жду в долгосроке 3 доллара по нему, как минимум. Ну, и можете написать свои цели в комментах, и что вы ждете там от судебного риска. Цирк это, либо не цирк. Я считаю, что цирк полнейший, поэтому посмотрим, что будет дальше.